Привет, друзья! И это второй урок по ROSу. Сегодня мы разберем такие структуры, как subscriber и publisher, и напишем первую программу. Если вы не смотрели первый урок, то советую вначале посмотреть его. Ссылка будет вот здесь, вот вверху. Итак, для начала нам нужно открыть домашнюю папку и терминал. В терминале наберем команду ROSCore, чтобы запустить ROS. Откроем еще одну вкладку терминала. И для начала сделаем папку для наших проектов. Назовем ее ROSLessons. Теперь нам нужно добавить нашу созданную папку в bash-файл, для того, чтобы ROS начал поиск с этой папки. Перейдем в созданную папку и создадим новый пакет с именем Lesson1. И укажем в зависимости, для того, чтобы наши ноды могли общаться, и созданием программ на Python и на C++. И произведем сборку нашего пакета командой ROSMAKE. Да, не забывайте, если вы открываете новый терминал, то нужно указать пульт к вашей папке с помощью вот этой команды. После этого можно продолжать работать. Перейдем в папку пакета и создадим там папку для наших нод. Создадим там два файла Talker и Listener с расширением PIE. И обязательно нужно сделать наши файлы узлов исполняемыми файлами, иначе они не будут обнаружены. Перейдем в папку и убедимся, что эти файлы там есть. Но сейчас они пустые. Я привык работать в PISHARM, поэтому редактировать файлы я буду через него. Откроем два наших файла. Дюдосу я привык разделять рабочую область на две. Чтобы не тратить ваше время, я открою уже написанную программу и просто разберем, как она работает. Итак, первая строчка делает наш файл исполняемым. Вторая строчка подключает ROSLIP и указывает, какие зависимости нужно подключить. Эти зависимости перечислены в манифесте. Нужно указать путь к нему, то есть название нашего пакета. Далее у нас идет подключение стандартных библиотек Python. Следующая строка говорит о том, что мы можем использовать сообщения типа string. Тут у нас классическая структура запуска кода, которая запускает функцию Talker. А except позволяет нам прерывать программу по нажатию кнопок ctrl плюс c. Перейдем к осмотрению работы функции. Вот эта строка определяет, что у нас будет публиковаться сообщение с топиком chatter и типом string. Следующая строка говорит о том, с каким именем в пространстве ROS будет запускаться наш узел. Далее идет цикл, который работает до тех пор, пока вы не прерывете работу с помощью ctrl плюс c. Переменная str хранит в себе сообщение и текущее время. rospy.loginfo выполняет сразу три функции. Сообщение выводится на экран, также оно будет записано в файл журнала, в logfile. И еще оно будет записано в rosout. rosout используется для отладки. Метод pub.publish публикует сообщение str в нашем топике. Затем в цикле вызывается rospy.sleep. Он нужен для того, чтобы подождать одну секунду. Теперь перейдем к файлу listener. Он практически идентичен нашему первому файлу. В основной программе вызывается функция listener. Вначале объявляется имя ноды, затем вызывается метод rospy.subscriber, которому передаются название топика, его тип и функцию, которую надо вызвать. Данная функция вызывает loginfo, который должен вывести на экран время, собственное сообщение и сообщение, которое он получил. Далее вызывается функция rospy.spin, которая заставляет работать этот узел, пока он не будет отключен. После нужно только сохранить все файлы. Теперь собираем узлы с помощью команды make. Теперь давайте запустим наши файлы. Запускаем файл listener. Запускаем talker. Для удобства вытащим один терминал в отдельное окно. Как мы видим, все прекрасно работает. Существует одна очень крутая команда, и сейчас мы ее воспользуемся. Нам нужно запустить rqt-graph. Эта команда показывает все ноды и топики, которые запущены. Открыв наш код, можно наглядно увидеть, что где запускается, и откуда берутся названия. Ну и напоследок давайте создадим еще файл publish, и заставим его передавать другое сообщение в тот же subscriber. Я просто скопирую свой старый файл и немного переделываю его. Также нужно изменить файл listener и добавить в него обработку сообщений от нового publish файла. Сохраним все файлы, и нужно объявить новый файл исполняемым. Теперь собираем пакет и запускаем все ноды. Как мы видим, все работает. Снова вызовем rqt-graph, и наглядно посмотрим на наши ноды. Если это видео оказалось для вас полезным, то поставьте палец вверх. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok за просмотр. До новых встреч. Продолжение следует...